Что ты ожидаешь от проекта Спарта-74? Кубики хочу накачать. Какой цели стремишься? Кубики накачать. Ну вот это и есть цель. Сколько кубиков? Да, хотя бы два вершина. Сколько вы хотите потерять в граммах? В граммах? В граммах. В граммах я не знаю. В килограммах, но хотелось бы килограмм 15. Я ожидаю стать сильнее, выносливее и немножко поменять свой образ жизни. Участие в проекте подразумевает за собой какую-то цель. У этих участников их две. Избавление от лишних килограмм и приобщение себя к здоровому образу жизни. Финал двух проектов от фитнес-центра Майклаб на этот раз подарил шанс изменить себя не только девушкам. В последние три месяца у нас проходили два проекта параллельно. Это богиня Майклаб и Спарта-74. Мужчины и женщины шли к своим целям. У каждого она была своя. Каждый сезон мы садимся, делаем работу над ошибками, что было классно, оставляем, что было плохо. Решаем эти минусы и на плюсы стараемся их изменить. Обязательно собираем обратную связь от девушек, чтобы стать лучше, чтобы у нас проект рос. Каждый проект он другой. Во-первых, сами участницы разные. Естественно, энергетика у проекта отличается одна от другого. Помимо того, что мы занимались в зале и как-то более-менее сблизились, заобщались. Были и другие выездные мероприятия. Ездили на гору. Пошли мы пештом 26 километров за 7 часов. Также в конный клуб ездили. Ну, то есть такая, знаете, семейная такая обстановка домашняя, семейная, дружественная очень. Мой клуб для меня стал семьей. И сегодня семья собралась вместе. Это будет праздник, это будет восторг и прекрасно. Худеть в группе – это всегда соперничество. А косые взгляды на свою фигуру по праву можно считать комплиментом. Как признаются участницы, такой подход придает дополнительный стимул для поддержания питания и режима тренировок. Мне очень нравится, что на этом проекте нет конкурентов. Они конкурируют сами с собой. То есть с прошлой версией себя. Я очень люблю соревноваться и как ждать. И, как мне кажется, у нас создался такой конкурентный дух в коллективе. Ну, потому что мы замечательно общаемся, но мы всегда держали руку на пульсе, где у кого сколько было потерь, сколько потеряно было килограмм. Все за всем следили, отслеживали. В этом проекте нельзя было рассовываться. Я знала о том, что если сейчас я съем конфетку, какую-нибудь обязательно участница в этом плане мне выиграет. В этом сезоне проект Богиня Майклаб стал еще продуктивнее. К тренерам добавились психолог и нутрициолог. Участники избавлялись от пищевых привычек и учились не заедать стресс вредной едой. Однако только лишь на питании и тренировках проекты «Спарта и Богиня» не ограничились. Мужчины покоряли горы и катались на лошадях, а девушек научили готовить полезные десерты. Перезагрузка ума и тела по такой программе происходила вдвое продуктивнее. Мы больше сделали акцент именно на систему, то есть попытались систематизировать максимально, сделать простую для участниц такую схему, на которой им будет комфортно как соблюдать какие-то правила питания, как тренироваться, ну и соответственно им взаимодействовать друг с другом в коллективе. Важен результат спортивного телосложения. Сейчас я себя очень хорошо чувствую, мне комфортно в самом деле. Я стала одежду на размера 2 уже одевать. У меня сейчас результат минус 13 килограмм. Все можно было достичь, не прилагая сильных больших усилий. Все должно быть легко, классно, весело, ну и здорово. На самом деле наш клуб против тяжелых физических нагрузок, против жестких диет. То есть мы за здоровое похудение. Я как тренер стал. Такой же здоровый, сильный. А был толстый и некрасивый. А стал. Вот видите какой, как тренер. Не было какого-то жесткого ограничения по рационам. Было очень много рекомендаций, которые подстроены были именно под каждую из участниц. У нас были очень интересные практики. Я даже для них наливала бутылки воды 5-литровые, 10-килограммовые на предпоследних занятиях. Для того, чтобы они реально ощутили на себе вот те свои 10, кто-то 12 килограммов. Как вот это какая-то тяжесть, как они вместе с ней ходили. Помимо того, что мы занимались спортом, мы еще в принципе занимались развитием достаточно активно. Все цифры, которые они загадывали, так скажем, в начале проекта ставили свою целью, они их достигли. Победителя проекта выбирали не только по скинутым килограммам. Организаторы учитывали дневники питания, следили кто и как посещал тренировки и каких результатов в сумме достиг. Богинь Майклаба на этот раз было 3, а вот спартанца выбрали только одного. Но так ли имеет значение победа, когда на весах минус 10, а в зеркале подтянутое тело?